Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я уже намарафетилась, челка толком не лежит, но ее нужно утюжком так сделать пару раз, и она уже вяжет так, как нужно, но мне неохота, потому что на улице духота. Я знаю, что я сейчас буду заправлять за ухо челку, она все равно выпрямится. Нанесла новую тушь, тушь от Stellar, которую показывала в предыдущем видео. Осталась довольна, очень понравилась, не отпечатывается. Это был один из главных критериев, когда я выбирала тушь. Вообще ничего не отпечаталось, но я особо не красилась. Тон, контур, губы и тушь. Все, нанесла вот этот тон у меня от BB. Немного он бледноватый по сравнению вот с этим. Часто спрашивают, этот тон один из самых лучших. Сейчас у меня в 13 оттенке, их два, 21 и 13 оттенок. 13 он не светлый и не темный, что-то среднее. 21, я думаю, будет очень темноват. Если не пробовали, попробуйте, девчонки, вот этот тон от Rich Gold. Главное не наткнуться на подделку. Я сделала себе педикюр, да. Ну как педикюр? Одно название педикюра я вам сейчас покажу, но не судите строго. Я не мастер, смотрите, показываю. Ну, как-то вот так. Нанесла прозрачную гель-базу, потом такой оттеночный. Ну, в общем, чисто, аккуратно сойдет, короче. И еще пришла посылка из золотого яблока. Мне пришло оповещение. Нужно будет сейчас заехать, забрать. Нужно там кое-что на Валберес забрать. Я заказывала чехол на телефон, потому что мой испачкался, когда красила волосы, поднесла к уху, все в краске. Возможно, можно оттереть эту краску. Но он уже не белый, он уже серо-грязный у меня. И я заказала другое, бюджетный, был по скидке. Там то ли 200 с чем-то, то ли 300. Почти такой же, только в другом цвете. Девушка там с рюкзаком. Ну, покажу потом, как заберу. И заказала еще такой штатив ручной, чтобы носить телефон. Да, конечно же, покажу тоже, как заберу. Золотого яблока, средства для бровей. Я очень их жду. И по поводу вот этой маски, которую я показывала в предыдущем видео от Кларанс. У меня такая маленькая миниатюрка. Один раз я нанесла, но мне писали в Телеграм, что старая версия вроде бы как лучшая. Но мне не с чем сравнить. Я нанесла. Ее, оказывается, не нужно смывать. Нужно нанести таким плотным слоем. Потом либо просто через 10 минут вбить ее, либо протереть ватным диском с моченным тоником. Я вот так и сделала. И знаете, я поняла, что кожа очень хорошо увлажнилась. Мне понравился эффект после первого применения. Но я не буду покупать полноразмерку, потому что я не люблю пользоваться масками. Редко. У меня когда-то была, я ее, по-моему, не добила. Вообще это не мое. Но если миниатюрку покупать, вот так, знаете, побаловаться раз в неделю, то, возможно, да, можно приобрести. Но я не любитель вообще масок. Пользовалась. Но мне проще крем нанесла. И все. Как вам мои босоножки? Не обращая внимания на растянутые коленки, джинсы на мне висят, потому что я похудела. Это те самые джинсы, в которые я не могла влезть. Когда я начала худеть, они на мне не застегивались. А сейчас просто вот напросто болтаются. Босоножечки. Ну, или сандалии. Больше на сандалии похоже. Как вам? Ой, мягкие, удобные, кожаные. Нравится мне. Я уже сделала кофе два. Себе и мужу. Это тут в подарочек нужно будет передать. Макс уедет. Себе трубочка, потому что, чтобы понять, где какой муж сиропом пьет, я без. И еще. У меня очень сильно болит рука. Видите, вот это красное. Типа царапины. Но это не царапины, это был удар. Я не могу нажать на это место. Не знаю, что случилось. Надеюсь, что у меня никакой трещины там ничего нет. Потому что рукой я могу шевелить. У меня был перелом как раз вот в этом месте. Но вот сюда, вот в это место, очень вообще невозможно дотронуться. Болит. Не знаю, я просто вчера ударилась рукой. Ой, надеюсь, что ничего серьезного. Просто ушиб сильный. Сироп можно выбрать. Ну, я без сиропа. Ассортимент кофе. Кофе из автомата. Очень вкусный. Мне понравился. Не горький. Не крепкий. Очень хороший. Я брала латте. Обычно я пью капучино. Но решила взять латте. Идеальный кофе. Вообще, я из автоматов не очень люблю. Но тут я видела, что... Есть еще автоматы, знаете, какие? Они стоят, ты не видишь, какой там кофе, что там. А здесь прям видно, что зерновой кофе насыпан. Все чисто. Стаканчики, крышечки, трубочки. Все такое. Мы сейчас заезжали в фикс прайс. Кстати, мы заходили в горе. Купили две пары кроссовок. Тапочки домашние. Но муж себе взял кроссовки. Максу тапочки домашние. И у них там акция 2 перешь, 3 бесплатная. Я взяла Максу кроссовки такие же. В общем, нам вышло. Две пары кроссовок и тапочки за 2,300. Дома буду, покажу. Сейчас заедем в пункт выдачи посылок. Да, подтопливаю. Заберу посылку золотого яблока. Заказали роллы. Заказала сет. Сет 24 штуки. Я столько не осиду, скорее всего. Но мне хотелось что-то новое попробовать. Потому что я обычно беру одни и те же. В одном и том же месте. Захотелось что-то новое. Позвонили в новое место. У нас открыло. Сказали полтора-два часа ждать. Это слишком долго. Позвонили. У нас есть здесь Токио. Кто из Нальчика знает. У них тоже очень вкусные роллы. Давно там не брала. В общем, заказала сет. Покажу, как выглядит. И через полчаса сказали, что готов. С запеченными роллами сет. И еще мы в фикс-прайз заходили. Хотели кроксы купить. По телевизору показывали рекламу. В фикс-прайз. Там эти кроксы вообще недорогие. Но здесь не было размера Макса. 45-й был. Все. Это очень большой. Возле дома есть. Туда заедем. Возможно, найти. Нас затягивает. Будет дождь. Скорее всего, да. Будет дождь. Все. Погода недолго нас радовала солнышком. И духа там. Вот так выглядят роллы, которые я заказала. Здесь получается, по-моему, 24 штуки. Да. Это запеченный сет. Вышел на 800, по-моему, 40 рублей. Здесь много. Я считаю, 24. Все такое сытное. С шапочками. Я люблю такие. Взяли еще кукурузу вареную. Уже начали продавать. Но это Максу и мужу. Я не ем кукурузу вареную. Не очень ее люблю. Редко могу съесть. Ну, не прям любительница. 100 рублей одна штука. Представляете? Это очень дорого. Но она вот только появилась. Молодая взяли. Давайте покажу, что забрали быстро. На Валберрисе забрала чехол. Вот такой. Мой. Ставлю здесь картинку. Почти такой же, только белый. Белый. Там девушка в другом. С цветами там, по-моему. Уже не помню сама. Вот такой чехол. Сиреневый. 300 с чем-то он, по-моему, стоил. Нормальный. Узнаете? Игрушка для Ричи. Я такую показывала на вот такой леске. Ее сломал не Ричи. Ее сломала я. Представляете? Я очень сильно потянула. Липучка, ну, игрушка стояла на ламинате. Была прилеплена. Я не смогла ее отодрать, скажем так. Начала сильно-сильно тянуть. В общем, вырвала. Нужно было снизу подеть. Ну, я ее поломала. Ричи любит эту игрушку. Поэтому пришлось перезаказать. Да. Думали, Ричи ее быстро сломает. Оказалось, я ее сломала. И еще заказала вот такой держатель для телефона. Как он называется? Забыла. Селфи-палка. Проверила. Здесь идет с кнопочкой. Удобно, вот так, знаете, телефон надел и носить, снимать маленько. Здесь еще есть ножки. Вот такие выдвижные. Можно поставить ее. Она еще вот так выдвигается, становится длинной. И тоже нужно снимать. Удобно. Вот это поворачивайте. Так, с ножками нужно разобраться. Немного не поняла. Вот эта часть почему-то длиннее. Может, они как-то... Короче, ладно. Разберусь. Если что, на Телеграм потом опубликую и скажу, вам понравилось мне или нет. И золотое яблоко, что я заказывала. Сейчас я вам покажу, сейчас ножом достану. Небольшая коробочка. Здесь три средства всего. Так, это все пустая. Пустая. Так. Средство для волос от Эстель. Это я брала для сушки. Такое Эстель. Люксери. Какой-то шайм. Не спрей, а именно такой дозатор просто. И его распределяешь. Он идет как масло-блеск для волос. Масло-органы. Витамин Е. Роскошь блеска. Я стараюсь хорошо питать свои волосы. Много средств наношу. И защиту, и после крем, и бальзам наношу. В общем, несмываемые. Потому что у меня пористые, сухие волосы. Им нужна влага. Несмотря на это, что я, допустим, наношу, они прям быстро впитывают средства. Ну, сухие, сухие волосы, и нужно постоянно их напитывать. И два средства для бровей. Заказала сыворотку и фиксатор. Увидела у подружки, у Насти, на канале Самойлова Влог. Так, Ричи, ну-ка дай. Настя в Телеграм публиковала. Бренд Пусси. Вроде бы сейчас прям такой достаточно популярный бренд. Здесь сыворотка и фиксатор гель. Сыворотку наносить на ночь нужно на брови. Она как раз смягчает. Я взяла для того, чтобы все равно, какие бы гели-фиксаторы не были, они все равно, мне так кажется, подсушивают брови. Хотя пишут, что все нормально. Он как бы еще и увлажняет. Вот такая тоненькая кисточка. Я завтра нанесу. Покажу вам. Посмотрим, как долго будет держаться и как относится быстро. И сыворотку. Сыворотку сегодня на ночь нанесу. И вот такая беленькая сыворотка. Вот с такой кисточкой. Чуть изогнутая кисточка как будто. Ой, так приятно пахнет. И вот такой гель. Не скажу, что он, кстати, густой. Жидковатый. Ну, средней консистенции. Консистенции. Так, все. Это вот весь заказ, который был из золотого яблока. Здесь больше бумаги, чем самих средств. Все это убираю. А вот так выглядел мой старый чехол. Видите, здесь краска. Здесь краска. Здесь уже тоже непонятно что. Сейчас вот новенький. Я надела красивый, ламандовый девушка. Видите, с рюкзаком. А здесь сумка и с цветами. И не показала вам кроссовки. Вот вспомнила, покажу. Взяли две одинаковые пары. Это вот мужа стоят. Новую коробку он просто выкинул. Уже оденет завтра. Это Макса. Точно такие же. Две пары. Стоила вот одна пара. Сейчас я вам покажу. Вот. 1899. Ну, 1900 пусть, да. Если за две пары получается 3800. Плюс тапочки. Вот Максу взяли. Вот. Тапочки. Блин, плохо увеличиваю. Ну ладно. Смотрите, какой бардак. Ричи уже снова игрушка играет. Старая. Вон валяется. Коробка. Эту коробку не выкидываем. Он ее очень любит. Играется с ней. В общем, у нас по всему дому вот так игрушки. В спальне то же самое. Тапочки 700 рублей стоили. Вот представьте. 3800, 700. Это уже получается 4500. Правильно? Да. 4500. 3800 плюс 700. 4500. Ну, где-то плюс-минус. А мы отдали за все. За две пары кроссовок и за тапочки. 2400. Представляете? Да. Экономия. И кроссовки очень хорошего качества. Понравились на лето. Легкие. Классно. А Ричи тут вовсю. Макс, кстати, подсел на сериал. Полицейские с рублевки смотрят. Он его не смотрел еще. О, запищала посудомойка. Он сейчас наиграется. И успокоится. Успокоится. Управлевки. Управлевки. Управлевки.